Неприятность, да? Может быть это и послужило причиной для продажи бизнеса? Может быть, да. Поэтому вы предлагаете, Владимир Иванович, давайте мы в этом инвестиционном меморандуме укажем все риски нашего предприятия для того, чтобы потенциальный покупатель впоследствии не предъявлял нам претензий. Мы даем ему достоверную информацию, а дальше он сам принимает решение. Если, располагая полной информацией, он согласился купить бизнес по такой цене, то всю ответственность несет сам покупатель, верно? А вот если после покупки вскрывается какой-то чертик из табакерки, выпрыгивает, как я говорю, неожиданный кредитор, который приносит расписку, да? Или там акт налогового органа, или судебное решение, решение суда, о котором умолчал продавец. Вот тогда это может быть основанием для пересмотра цены бизнеса в сторону уменьшения. Это справедливо, это совершенно законно. Ксения Владимировна. Да, я согласна с вами. Но вот в гражданском праве купли-продажи предприятия, оно немножко отличается от общих правил сделок, насколько я думаю. И что там, вот как быть, например, когда так называемые эти скрытые, скрытые проблемы, скрытые недостаточно, потом выявятся после купли-продажи. Вот, например, вы хороший пример привели. По документам у работников зарплата 4 тысячи, а по факту им надо платить 20. Ну, как это обычно делают предприниматели, например, да? Белая зарплата и черная зарплата. По документам 4 тысячи бухгалтерии, а по факту им нужно выплатить 20. Как вот эти вопросы будут решаться? Ну, скорее всего, допустим, Татьяна Николаевна, когда приобретает этот бизнес, удивится тому, что размер заработной платы явно не соответствует рынку труда и даже ниже, чем рекомендованная сумма, предусмотренная трехсторонним соглашением работодателей, администрации и профсоюзов. Почему так, да? Это настораживает. Пожалуйста, дайте мне... Мне не предупреждено минимум. Да, и, кстати говоря, Татьяна Николаевна, вы, скорее всего, почитаете себя просто обманутой, если вам, ну, грубо говоря, лапшу на уши вешают, да? Показывает нереальную заработную плату или другую информацию с потолка и попросит достоверной информации. Это совершенно справедливое требование. Одним словом, мы можем много говорить по этому поводу, но в соглашении о задатке неплохо бы сослаться на сам инвестиционный меморандум, уважаемые коллеги, и подтвердить со слов продавца, то есть Владимира Ивановича, что вся изложенная здесь информация является, во-первых, достоверной, во-вторых, полной. Верно? И что за это продавец несет гарантии, гарантирует, что эта информация достоверна и полная. А дальше мы ждем, когда наступает дата X, 1 декабря, как мы договорились, или другая дата, до момента произведения полных расчетов по этой сделке. И здесь тоже возникают определенные проблемы. Помните наш кейс, задание? Хотите, мы его разберем? Вы читали его, да, Владимир Иванович? Татьяна Николаевна? Да. Мы не добрались. А, вы не добрались. Тогда давайте я сейчас покажу вам иллюстрацию. И вот здесь Владимир Иванович немножко прокомментирует. Итак, здесь вот у нас есть интересный случай, когда не помогает конструкция задатка. Видите, да, это на экране. Продолжение следует...